Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию. В Берлине он встретился с канцлером Германии Ангелой Мерки. Стороны обсудили Минские договоренности, экономическое сотрудничество и Северный поток-2. Подробности узнаем у нашего коллеги Александра Коростелёва. Он выходит на прямую связь со студией из Берлина. Здравствуйте, Александр. Итак, какие заявления прозвучали, как вообще прошла сама встреча? Вера, здравствуйте. Сегодняшние переговоры могли сорваться. В тот момент, когда военный оркестр исполнял гимны Украины и Германии, Ангела Меркель начала трястись всем телом. Канцлер несколько раз меняла положение рук, сжимала губы, но остановить дрожь не могла. Вероятно, виной тому высокая температура в Берлине порядка 30 градусов. Зеленский, стоящий в метре от Меркель, недомогания канцлера не заметил. На совместной пресс-конференции Меркель поспешила успокоить журналистов. Со здоровьем проблем нет и перешла к рабочей повестке. Давайте послушаем. Мы хотим поддержать Украину на ее пути к хорошим и демократическим преобразованиям. За последние годы, с 2014 года, мы инвестировали полмиллиарда евро в Украину. Мы приветствуем проводимые в стране реформы. Украина работает в рамках программы МВФ, которая многого требует от населения. Мы знаем, что это непростой путь. Ангела Меркель была вынуждена сохранять хорошую мину при плохой игре. Канцлер не хотела встречаться с Владимиром Зеленским, однако сегодня ей пришлось сделать над собой усилие. К такому выводу немецкие журналисты приходят не случайно. Еще в апреле этого года, в самый разгар президентской гонки на Украине, Ангела Меркель демонстративно принимала у себя Петра Порошенко, в то время как Зеленский остался без приглашения. Таким образом, канцлер дала ей двусмысленно понять, кого бы она хотела видеть во главе незалежной. При этом это дело не в заслугах Порошенко, которые в Берлине называют более чем скромными, а дело в антипатии к Зеленскому. Политический стиль бывшего шоумена вводит Меркель в замешательство. Давайте послушаем Шпигель. Политике вроде Зеленского это неприятный вызов для Меркель. Канцлер всегда ратовала за то, что политика требует опыта и серьезного подхода. Разумеется, она в том числе говорит и о своих качествах. Сейчас Меркель имеет дело со своим антиподом. Внешний ответ из Зеленского, то может сложиться впечатление, что Петр Порошенко оставил преемнику не только ключи от офиса, но и сборник своих выступлений. Действующий президент поблагодарил Меркель за продолжение санкционного курса в отношении России, озвучил традиционные обвинения в адрес Москвы и выразил опасения, связанные с проектом «Северный поток-2». Давайте послушаем Зеленского. Другой важный вопрос, который мы обсуждали с фрау Меркель сегодня, это обеспечение энергетической безопасности Украины. Не секрет, что позиции Киева и Берлина касательно «Северного потока-2» диаметрально противоположны. При этом, подчеркиваю, мы готовы к предметному диалогу по этому непростому вопросу. Необходимо сохранить транзит российского газа через Украину. Это гарантия энергетической безопасности нашей страны. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка. После сегодняшних переговоров сложно сказать, как будут развиваться отношения между Украиной и Германией. Ситуация осложняется тем, что с одной стороны швабская домохозяйка, как Меркель называют в СМИ, а с другой бывший шоумен, которым еще только предстоит найти общий язык. Спасибо, Александр. Александр Крыстылев рассказал о встрече Ангела Меркели Владимира Зеленского.